хайо гей с вами шумики мы продолжим родить руб под название апатеон скорее всего это у нас будет последняя серия ну и акрополь а подожди мне нужно лучше с другой стороны дашь идти мне нужно 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 купить оружие купить улучшение потому что почему так опять а это сундук просто пустойте у меня щит вообще не не вредиться эти посмотрим я как он был цел так и остался да да а сон столько зевс у нас без вражин а тут нету подожди у меня улучшен там то нет да не я не верю иначе у меня то было улучшено максималку ну ладно тогда верю да давай мне плаву копьем первым есть и то есть стрелы и взрывы не буду брать но все иначе у тебя есть да я возьму давайте смотреть счет мне принципе не нужно а восемьсот урона окей к гидро здоровья в принципе все и к последней битве я готов да это если счет скорее всего будет поставим это у нас остался только зевс ну так как мы статуи разрушили и только его локацию мы еще не видели поэтому я делаю вывод что у нас остался только зевс нифига нет это круто подожди я так могу забраться туда куда я не мог залезть откуда только было одно место по факту давайте посмотрим что будет темновато темновато ты чувствуешь когда ты можешь запрыгнуть за карту без каких-либо способностей зеркал Отчаяние Зевса, его союзники побеждены, а сам он мечтает, как загнанный в угол зверя. Мы на грани победы, мой чемпион. В конце пути вымощены вы жертвами. Посейдон, мой благородный брат, Арис, мой глупый мальчик. Наконец, Астронний Зевсок близко к завершению. Собрав все силы богов, ты равен ему по силе. Я даю тебе свое благословение, и теперь ты можешь вознестись на вершину Олимпа. Ворвись на внутренний покой его дворца. Дай вместе сразим царь богов. Так, Плюмаш Герой. Это брошь из безупречных павлиных перьев. Содержит силу матриархата и супружества, а также потерь темных секретов предательства и ревности. Позволяет зажечь священное маслом, ведущее к крепости Зевса. Любую запретную дверь можно открыть без отмычки. Заперто. Лето. Диметра. Диона. Майр. Метида. Семела. Ион. Еврола. Леда. Денеметра. Именно кинжал, от которых он всадил мне в спину. О, Найкандрис. Имя кинжала, который я всадил мне в спину. Ну, окей. Но с какой-то степени нас просто использует. Но по факту, если нам что-то не понравится, мы можем ее просто убить. Как и всех остальных. Вот действительно, что здесь прикольно. Вот что это за телепор такой. Это как-то же врата лимпа. Ну, ладно. Крепость Зевса. Победи Зевса. Так, подожди. Что у нас вообще есть с вами? А, я в плане того, что... По улучшению шмоток. Это здесь, да, где-то, наверное? Нет плата. Молвилл Зевс. Гера. Такая любовь. Никогда не... Никак боги. Никак смерти. Прости, не блин. Подожди, это мы в Олимпе или нет? Где мы находимся? Зевс. Крепость Зевса. Находящийся среди громыхающих штормовых лобов и бушущего тайфунского цитадель Зевса. Царь богов. Возвращается над горой Олимп. Со своего могущества трона повелитель Молнии наблюдает за своими обширными владениями и обсуждает тех, кто не достоин. Иначе это мы не считаем. Вроде не вливался мне и душа моя не впадает, так и не любил я. Пленяясь, молодой Иксиона, супругой, родящая мне перифоя, советовая равнобогу, неданной прелести, беландонной окрессии, тщерью, рождение сына Персея, славящейся в сомнении героев. В сомне героев, не владение молодой знакомой Феникса, черви, рождение криту миноса и славу мужей ардаманта. Непрекрасно на невернее смертное пленение. Пленясь, а камена убивая. Ой, короче, слишком... Вон, что это. Подожди, я могу сквозь них проходить. Подожди. Пленясь, подожди. Чё-то я не врубился немножко. Первые люди были слепыми из земли и глины. Он был добрый и благородный. Боги и люди жили в гармонии. Каждый знал свое место. Золотой век. Следовательно. Это оч�ас電ки впервые. Я читал, что они приняли в секунду. Я слышали. Плакная. Ах, отдака. так подожди я могу ли я сделать так чтобы и не драться что мне надо мне нужны ключ раз почему у меня другая бита их потомки утратили веру и ослаблены они забыли благословения данные им богами и были наказаны за свою непочитательность маленький серебряный век лом-блом-блом открывать а а а в принципе и ловушки стоят но я по идее и могу себе кожу это издать было некогда время когда боги были а смертных родов еще не было когда же и для них пришло предназначение время рождения стали боги ваять их в глубине земли из смеси земли и огня добив еще и того что соединяешься с огнем и землю когда же вас ваза намерилась боги вывести их на свет приказали прометею и и пи пи мете украсть их и распределить способности подобающую каждому роту дождь тут есть секрет а это в следующий час Чёрт. А, ладно. Потом появились люди-войны, суровые и гордые. Бетва была их единственным доставлением, и в результате они стали жертвами своих и бронзовой копии. Бронзовый век. Эээ... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеркальнее щит найдено. Так, от полированной до блеска и наполненной мудростью Айфины, это щит отражает все снаряды, попадающие в его гладкую поверхность, отражает дальнобойные атаки. Прикольно. Так, подожди. А не щит все-таки ломается. Нет, я решил, ну нафиг надо. Я не понял, как меня вообще заметили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тихо. Ты уж забран. Так, все отлично, все отлично. У меня зелья хватает. Стю, надежность для человечества еще оставалась. Мои боги любили вас и Ильич, возникшие от ваших союзных чемпионов, полубоги вершили на земле великое влияние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой нахер ключ, ключ крепость? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, я тихо. А, все, вижу, где этот ключ находится. А, подожди, еще что-то есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в день тут, когда на Великий Олимп небожитель вечный созвал к себе молниевержца, кронитый. Олимпийский владыка, я убью, что тот, кто пойдет вместе с ним на титанов, почести прежний не будет лишен, и удел сохранен свой. Какой он до то ли владел между богов и бесконечно живущих? Если же кто-то не имел ни удела, ни чести при кроне, тот ее дел и почтет подобающий ныне получит. А я еще плюс не туда пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 хорошо когда у тебя есть но даже герои не живут вечно я смотрю на себя и вижу смутно отражение того что когда-то у меня было очень дорого болезненно напоминающая добром прошлом не это холодно жестоко настоящий железный век что-то кто-то кто-то тут у передать эпоха благорожденного покоя где боги и вновь будут одни во вселенной в сумме я продолжала темный век но в принципе еще могут сделать это на походу дошел да да его до зеуса взрослый муж славит глупую у полга славит глуп глупому бога как ребенку взрослого мужа цветильща зекса поехали не хочу рисковать и карт питания раскрыта я в ловушке и быстро убей его во имя геры молчи жена держи свой вероломный язык за зубами пока я его не вырвал для отчаянные планы сорвана твой собственный не я говорю с твоей пешкой че силу значительно поврежден твое умение помыкать ну так что убийца мая волокая королева отравила тебя на моих братьев моих детей ее братья ее детей такая безоразвенность недоступна недопустимо и она окажет как подобает наказывание предателей но по твоим глазам я вижу что расскажешь ты отнюдь не за и благополучия взял на ней в воротишь на карту закрыта последняя глава книги человечества тебе больше не за что не за что сражаться отдай свои украденные силы они никогда тебе не доложали присоединяйся с остальным людям в положенном забвение так 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 минуточку внимание пока я еще не начал ничего делать мне нужно что у правилам пинжал убийцы и мне нужно взрывчатка так подожди а что у меня еще есть а а а а а а а ой хочу не делать подожди я немножечко ток-ток спасибо а вот что мне нужно а 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 так стоять зелье прочности выпить взяли оружие дыриночка тихо клинок ладно а уже уже тихо а то есть подошли вот оно как я понял спасибо тихо а Ай, почему он меня атаковал?! придятина есть вот этот нож надо на ровную поверхность какой-то его давай 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 все надо было просто видеть и типа в спину и убьешь и он отъезжает и он предыдует туда не выпало и при этом он встать не может ха-ха-ха у меня у меня получилось могу через пол отправился в тартар на 10 лет кронос отрежет его маленькая скучина хозяйство ты старый жирный хитрый отвратный высокомерный осел подойди не карт подойди мой чемпион освободи меня цепей осводились свою королеву так молния зевса выкованная в древние времена могущественных клинкам это сверкачье оружие несет силу угроз и неприкасаемый авторитет это не по непревозойденный правосудие зевса позволяет использовать молнию ты нет медленно своди меня не карт и неблагодарное милку ничтожество как ты пояснил отвернуться от королевы олимпа от матери самих богов вот и все а подожди а если я спрыгну я умру интересно а 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 что а а а черт пошло не по плану мне кажется манат как мне забраться я даже теперь зацепиться просто немного ладно сюда выбраться я не хочу здесь на нужно было херню не страдать и сразу проходить пиздец все наконец-то но хотя бы какой-то щит что дальше что мне делать дальше врата лимпа ну да ладно серьезно а а а КОНЕЦ Ну ладно, хотя бы дошел до этого... До телепорта как-то... Да, там застрять эта жопа... Я не могу сохраниться... Превозно... О, там кто-то стоит... Я одолел грозного короля Кроноса... Вышел победителем из войны... Титанами... Закрушить гигантов Титан... И намаги... И затащить ужасного Тифона... Меня не погубит ничтожество вроде тебя... Ни хрена себе... Вор! Тебе не было пред... Черта на стать богом! Это не твоя судьба! Да ладно... Че так медленно атакую? Я не буду... КОНЕЦ КОНЕЦ ЗАЛИЦ КОНЕЦ вас не смущает то что ну как бы меч у меня это палка нет так тихо придумано я просто иного способа как его атаковать ну битва такая себе вообще не шаришь типа медленно довольно медленно так и типа у него копье плюс но хотя бы выжил с их маленьким количеством тут 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 но слава богом зато и убил за предательство он думал все будет продолжить на нее ни хера а мы типа сейчас людей создадим из земли огня и типа мы сделали все сначала да то есть круговое так сказать запятление но пока то это все ну слушайте если принципе оценивать игру этим на экран если оценивать игру то в принципе мне довольно сильно понравилось да она немного бывает наскучивать но все равно ты и до проходишь сразу давайте перейдем к минусам немножко боевой системам немного один дисбаланс со врагом в начале типа наш урон их не довольно ну типа их не количество хп у них больше довольно запутаны бывают где-то места как допустим когда я в финале вот искал выход оказался что он был дальше немного справа справа хотя я туда не дошел потом его не увидел еще можно к минусу отнести это непонятность то есть мы собрали кожу животных которые нам говорили нужно было собрать мы поднялись наверх но кожу я не смог использовать чтобы открыть для сми немного эти проходы тоже как бы странно то есть немного непонятности в действиях больше таких как бы я минусов не обнаружил на самом деле из плюсов можно отнести это крафт да то есть это и правде или каких-то дополнительных вещей прокачка персонажа прокачка имеется ввиду именно оружие урон да но почему-то последний уровень я когда прокачал до дубинки вообще был не значительный как бы также ряд плюсов можно взять это боссов да боссы разные но и к минусам тоже можно как раз отнести и на боссов это однообразие разрушена открыта арена титаномахи открыта сложность олимпийц потом можно ну типа минус можно отнести к плюсам большое разнообразие оружие то есть те как щитов так и обычных орудий так и стрел разновидность стрел описание предметов можно отнести в плюс также лор игры то есть нам немного в виде олимпийских легенд рассказывать на боги то есть немножко про богов все такое и сюжета в какой-то степени немного и тернать ну типа не альтернативный а что-то новое дать побои бои хотя бой у нас были это тот же самый кратос говору как вот варта если не ошибаюсь там тоже деремся с боссом но это платформер это платформер и много там жанра дарк соло по боссом какие были самые сложные наверное это посейдон когда мы на воде дрались также босс был финальный вторая версия то есть когда он был большой то есть там одна загвоздка этого там ли встать и стоять чтоб тебя не убили также можно отнести наверно к сильным боссом это блин даже не знаю больше наверно нет никого ну скорее всего из того челика который был вам в этом в колизее людей в той которые типа воевали в яме вот этой но мы использовали ловкость поэтому он то он считается даже слабенький но так он типа и мало урона принимал в себя и довольно откидывал нас из легких таких самых боссов это наверное тот же кто и и кого и перечислил к сильным так как мы нашли баг человека на коне он слабые два человека на коне я их просто туда-сюда убивал а гиганты слабоваты конечно прикольный босс был это я не помню как ее зовут который типа мы скелетов когда начали призывать типа мы захваты ли зону вот эта война типа было все такое и мы до нее дошли все мы теперь заполучили то что нам нужно было вот это был прикольный босс а также можно взять разнообразие локации да то есть у нас были воды то есть море да мы изучали море тут прикольно на коняшке покатались морской также можно вспомнить это бабку которую мы нашли в том же море но там речка была кажется если не ошибаюсь также запоминающая локация была это как раз эта девка где мы играли в стратегию да а где ее вызывали там локация просто крутилась то есть как такая мозаика было также можно отнести на и там как раз наше умение стрельбы проверяясь но там все использовали это чисто камни наверное еще локации запомнилась послушайте больше в принципе никакая ну да больше никакая ну от а да еще было испытание с огнем когда мы от лавы бегали прикольная тоже херня на в принципе больше так ничего не запомнилось музыка спокойная лёгенькая посоветовал бы эту игру в принципе да я бы посоветовал ее пройти хотя раз для тех же людей которые проходят игры это ну именно там какие-то пасхалки все в таком плане довольно да прикольно ну типа они могут там делать топ боссов это раз им топ сильных боссов топ слабых боссов вообще общий то не хотя можно просто отнести топ боссов да и все туда всех отнести это раз видео да потом топ локации но я не знаю занимается кто-то или нет прокачка персонаж то есть пару уже то что использовать типа гайды также легкие способы убийства это тоже можно отнести к гайдам также можно отнести чисто сюжетную линию то там вся в таком плане что-то типа контента довольно много но нам кажется двойной прыжок дали потом как-то поздно поэтому да всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем хотел сказать пока но следующая игра наверно будет у нас ори не которая вышла вот недавно а ории довольно старая это я даже не знаю я даже не смотрел орио вот и которая новая да про совенка вышла я там немного посмотрел там буквально минут 30 как вообще геймплей все такое происходит а первую часть я не видел поэтому у нас будет ори следующая игра после этой и наверное это будут игру на за 200 выходить в 1200 будет выходить все дальше сега игры скорее всего это видео уже выйдет после того как я прошел игру хотя хотя да это видео уже выйдет когда прошел игру нити черепашки в следующая будет игра у нас я даже не знаю наверно sonic хачкок первая часть ну первая часть игры а дальше посмотрим поэтому всем пока